Всем привет! С вами Кристина и Мадонна Абрамовы! Вы смотрите ТОПИК ЧАРТ! Самый тематический из всех чартов Европы Плюс ТВ! Кристина, вот на что можно пойти ради дружбы? Да мне кажется, на все что угодно. А вот я не уверена, что прям на все. Тогда давай сегодня в нашем чарте будут клипы про дружбу, заодно и узнаем, на что могут пойти настоящие друзья. И раз уж мы договорили о дружбе, кто твой самый близкий друг? Конечно ты! Я рассчитывал на этот ответ. Мадонна, ты знаешь, кого я сегодня в гости позвала? Нашего дорогого друга Леонида Руденко! Он появится в нашей студии чуть позже, а пока предлагаю нашим зрителям посмотреть клипы. Открывает наш чарт Бруно Марс с его зажигательной песней. То, что нужно для вечеринки с друзьями. Наконец-то у нас в студии наш долгожданный гость Леонид Руденко! Еееей! Спасибо, девчонки, что меня позвали. Ты хотел записать альбом дуэтов, однако планы поменялись. В чем причина? Этот проект уже не будет реализован? Я хотел записать альбом дуэтов, это правда, но я в процессе столкнулся с трудностью, что, наверное, не со всеми артистами можно сработаться. И это оказалось сделать тяжелее. Я не знаю, почему мне с русским языком и с русскими артистами работается труднее, чем с англоязычными. Поэтому, наверное, проект будет не закончен. Есть какие-то дуэты с русскими у меня артистами, но я думаю, что ни одна русская песня так до сих пор не стала моей визитной карточкой. Я думал собраться с звездами нашей отечественной эстрады и сделать альбом. А потом вот ситуация изменилась и решил, что для того, чтобы сохранить с ними хорошее отношение, лучше этого не делать. Потому что, как правило, после работы отношения какие-то странные становятся, потому что, наверное, нет у нас правильной культуры до сих пор. Собора именно коллабов между диджеями и певцами. Певцы всегда думают, что они самые главные и самые крутые, а мы ничего не делаем. Пока, наверное, это восприятие в головах артистов и вообще, в принципе, общественности не поменяется. Наверное, нет смысла к этому возвращаться. Национальная музыка на Западе живет уже очень давно. Но к нам она так еще и не пришла. Если ты думаешь, что в России есть танцевальная музыка, вот я за 10 лет занятий музыкой в России пришел к руду, что ее нет. Она так и не пришла. Там только пришел хип-хоп. Вот только-только пришел. Это значит, что нам еще 10 лет ждать, пока придет к нам дэнс. То, что дэнс играет по радио, это не значит, что есть танцевальная культура. Потому что дэнс на радио не имеет ничего общего к настоящей музыке, которая играет на ивентах или в клубах. Это все равно поп. Как ты решаешь, что пришло время для дуэта? Сначала пишешь песню, потом находишь партнера. Или сначала договариваешься с другим артистом, и потом вы вместе ищете подходящий материал. Вот и так, и так. Бывает так, что у меня есть песни, и я четко понимаю, что это конкретно голос этого артиста. Сюда очень хорошо его ляжет, и тогда весь пазл сложится. А бывает так, что ты просто с кем-то встретишься, и говоришь, давай что-нибудь вместе сделаем. Ну давай, и начинаешь сидеть, читать репу, что же конкретно надо сделать. Новым правилам лучше следовать компании верных подруг. По крайней мере, именно так считает проникновенная дуалипа. Смотри, если открытые источники говорят правду, то ты не женат. Вот, например, Егор Крыть сейчас принимает участие в шоу «Холостяк», а до него принимал участие Алексей Воробьев. Хочешь найти себе невесту в реалити-шоу? Я не женат, но у меня есть девушка, и поэтому у меня нет необходимости искать такое реалити-шоу. Жизнь артиста – постоянные переезды, гастроли, сумасшедший ритм. Нелегко, наверное, поддерживать связь с близкими людьми. Никогда не жалел, что сцена отнимает у тебя столько времени? Я никогда не жалел, что сцена отнимает время. Это поскольку сцена не относится к работе. К работе относится выйти из дома, доехать до аэропорта, сесть, зарегистрироваться, перелететь, сдать в гостиницу, поспать, выйти на сцену. Вот это утомляет, потому что это съедает очень много времени и съедает много сил. А сами концерты, если они проходят удачно, то они, наоборот, тебя заряжают на новые подвиги. Сможешь назвать самый главный минус и плюс твоей профессии? Главный плюс – то, что ты предоставлен сам себе. Тебе не обязательно вставать каждый день в 7 утра. У тебя нет начальника, который говорит тебе, что делать. Это достаточно большой плюс. Но это также и большой минус, потому что люди, которые сами себе предоставлены, которые организовывают свою судьбу, свою работу самостоятельно, они не могут отключиться от процесса. Я, допустим, не умею отдыхать. У меня есть друзья, которые не имеют никакого отношения к миру музыки и какого-либо искусства и работают на гражданских работах. Они нормально спят, у них нет проблем с отдыхом, потому что они, предположим, знают, что что бы ни случилось, в конце месяца их ждет зарплата или через 2 года будет то-то. В нашем мире все менее предсказуемо, потому что все зависит только от тебя. Ты, поскольку сам себе начальник, сам себе режиссер, сам себе еще и артист. Но это же осознанный выбор каждого человека. Следующие гости нашего чарта с простой истиной. Пока не надежь своего принца, придется перецеловать кучу лягушек. Скажи, а у тебя бывает такое, что ты попадаешь в творческий тупик? У тебя есть способы подпитать вдохновение? Да, бывает. На самом деле бывает такое, что ты просто сидишь, в эти моменты у тебя нет каких-то идей, ты чувствуешься абсолютно тупым и бездарным. Есть несколько способов. Первое, люди говорят, ой, я сижу, жду вдохновения. Я в это не очень верю, я считаю, что вдохновение приходит вообще в процессе работы. Чем больше ты уделяешь время своему процессу, тем лучше у тебя результат. Бывает такое, что у тебя нет идей, ты сел, начал делать, и уже через час у тебя есть идеи. Ты можешь наткнуться на интересный звук, ты можешь слышать какой-то интересный ход, всегда ты можешь от чего-то оттолкнуться. Но если ты не ищешь, ты не найдешь. Еще бывают моменты, когда ты просто глобально устал от музыки, от студии, тебе надо отключиться, выйти, прогулять, проветрить голову, чтобы на что-то перейти, может быть, завтра на свежее ухо послушать под другим углом. Я не сторонник описывать свои творческие процессы, как будто бы я Микеланджево, я ваяю какие-то скульптуры, которые будут стоять в веках. Все равно в той музыке, в которой мы с вами сегодня живем, это достаточно... Срок ее жизни не очень большой. Поэтому мы делаем такой каждодневный продукт. Если повсюду что-то гениальное, я буду только рад, но в большинстве случаев мы... Еще и скорость очень важна, поэтому говорят, ой, я поеду, слетаю там. На Бали подумаю о паре новых строк, я думаю, это ту мачо. Если люди относятся к своему творству или к тому делу, которым они заняты серьезно, то желание оставить след в истории обязательно есть. Потому что артисты так или иначе достаточно тщеславные люди. Я думаю, главный помощник в том, чтобы увековечить свое имя в истории, это не прогибаться под сегодняшнюю конъюнктуру, верить в то, что ты делаешь, делать это с максимальной отдачей и с душой. Тогда это будет уникально самобытно, и люди это оценят. Диджей Калит и Джастин Биби с композицией I'm the One отлично впишутся в выходные с друзьями за городом. В 2014 году ты принимал участие в открытии Олимпийских игр в Сочи. Такие масштабные мероприятия – это большой стресс или все-таки удовольствие? Ты чувствовал на себе давление или ответственность? Это удовольствие сквозь стресс, потому что никогда не идет ничего гладко, никогда не идет по плану. Там большое количество согласований, большое количество очень людей, принимающих решения на разных уровнях, начиная от наших местных, заканчивая международным Олимпийским комитетом. Это достаточно геморройное занятие, я могу сказать, что выдохнуть удалось только, наверное, уже после того, как все закончилось. И со стороны, конечно, ты просто стоишь в афории, на самом деле, ты стоишь и думаешь, так, сейчас будет это, сейчас будет это, тебе там на ухо говорят еще что-то. То есть ты не стоишь, не кайфуешь, не порхаешь над этим стадионом во время открытия, и думаешь, боже мой, как же это круто, неужели это я? Наверное, это сон ущипните меня. Нет, такого не происходит. И очень заморочен, потому что у тебя еще три плана B есть, если вдруг что-то пойдет не так, потому что всегда может пойти что-то не так. А если в прямом эфире Олимпиады выключат музыка или звук, это будет, да, эпик фейл, и поэтому у тебя там три плана B, четыре плана C, наушник в ухе, посмотри налево, посмотри направо, махни рукой, махни ногой. Не удалось сделать, скажем так, чистый продукт творчества, как бы хотелось, потому что музыка на таком мероприятии, она тоже политизирована. Поэтому, кстати, не было слов Международный Олимпийский комитет, сказал, что ни одной вокальной песни быть не должно, потому что много наций выступает, мы не можем допустить, чтобы не уходили под песни, слова, в которых они не понимают. Можно ли бросить все свои дела ради лучшего друга? Разумеется, и лучше этому подтверждение наш следующий исполнитель. Ты считаешь себя стрессоустойчивым? Насколько это важное качество для артиста? Да, конечно, важно. Вообще, важно для любого человека быть стрессоустойчивым, потому что стресс – причина многих заболеваний, все, наверное, это знают. Я со временем стал стрессоустойчивым, раньше я был очень такой нервный. Дело в том, что есть вещи, которые приходят просто с опытом. Когда у тебя есть уже представление о том, как работают те или иные вещи, ты спокойнее к ним относишься. Когда ты собираешься в отпуск, где больше всего ты любишь отдыхать? Я очень банален, я люблю море, солнце, не люблю лежать на пляже, постоянно я люблю курсировать, взять на прокат автомобиль или квадроцикл намного лучше, ездить по берегу что-то смотреть. В отпуск я собираюсь, ну, может быть, как раз в июле после чемпионата. Есть ли для тебя премия, которую ты бы хотел получить, после которой ты бы понял, что добился всего? Ну, наверное, это будет звучать банально. В принципе, если думать о музыкальных наградах, я бы стремился бы, конечно, к Грэмми. Потому что у нас есть случаи, когда наши соотечественники Грэмми получают, но пока это в классической музыке происходит. В современной еще пока у нас ни один человек не получил, и вот, наверное, это было бы самой главной целью. Может быть, еще, конечно, Бритта Ворус. Вот, наверное, так. Ты считаешь себя привередливым артистом? Может ли неподходящая гримерка стать причиной для скандала с организаторами? Нет, я очень скромный. У меня никогда не было трэша. Я не знаю, никогда не селили в шалаш, не встречали там наконные повозки. Никогда не было какого-то трэшера, из-за которого можно было спровоцировать какой-то конфликт. Плюс, я думаю, что уважающий себя артист должен уважать людей, которые пришли на него посмотреть. И если они действительно не собирались, а тебе что-то не устраивает, не хочешь выходить, это плевок в сторону зрителя. Часто ли тебе приходится сталкиваться с форс-мажорами на гастролях? Каков уровень организации и концертов в целом по России? Уровень организации напрямую зависит от того, кто это делает. Есть суперпрофессиональные команды и компании, ребята, которые делаются на высшем уровне. Есть новички, которые косячат. У нас, в принципе, в большинстве случаев все отлично. А наши следующие исполнители подскажут, как друзья могут помочь преодолеть муки разбитого сердца. Вот сейчас ты доволен своей жизнью или хотелось бы что-нибудь изменить? Я никогда не доволен всем. Я думаю, что этот червячок, который сидит внутри каждого человека, он как раз является двигателем прогресса. Если ты будешь чем-то стопроцентно доволен, наверное, тогда это будет означать некий конец этого этапа жизни, началку другого, наверное. Не хочешь попробовать себя в чем-нибудь новом? Например, сняться в кино, сыграть в театре, может быть, написать музыку для постановки? Я не гонюсь за славой в любом проявлении. Если ты снимаешься в кино, наверное, ты становишься более узнаваемым, т.д. и т.п. Но у меня нет задачи стать обязательно узнаваемым, неважно как. Ты командный игрок или одиночка? Смотря в чем. Если в музыке, то одиночка. Если в работе, то командный. Если я сижу в студии, то, как правило, я все делаю один и никого не слушаю. Я считаю, что я знаю лучше всех. Да, вот я такой зазнайка в этом смысле. Но только так я контролирую процессы. Я не знаю, как можно делать песни, спросить мнение пяти людей. Они всегда дадут пять разных ответов. Ты перешиваешь, их воплотишь. Там не будет тебя. Это будет заборная солянка из разных мнений. Поэтому я один, кто принимает решение по поводу музыки. А когда песня закончена, и много уже работает, то у меня, конечно, командный игрок, и один из салона не может сделать. Каких сюрпризов от тебя ждать? Над чем ты сейчас работаешь? На музыке можно бесконечно говорить, но лучше один раз услышать. Поэтому от того, что я вам сейчас что-то скажу, ничего не изменится. Я всегда работаю над новыми песнями. И не песнями тоже. Я в вечном периоде некого коллаба. Ну да, сейчас есть пару интересных. Я думаю, что я очень давно не выпускал ничего на английском языке. И мне даже люди говорят, зачем ты поперся в русский язык? Занимайся тем, за что тебя люди любят, и что тебе хорошо получается. И я думаю, что мне пора вернуться в альбоматор. Спасибо, что пришел сегодня к нам в гости. Приходи еще. Спасибо, девчонки, что меня позвали. Пока! В некоторых случаях дружба единственной, на что может положиться одна из сторон. Анна-Мария ясно дала понять, что не готова вывести маршмелло из френд-зоны, как бы он ни старался. Огромное спасибо за предоставленную одежду магазину «Дресс-код». Благодарим за образы стилиста «Жасмин». Друзья, спасибо, что провели это время вместе с нами. Не скучайте, ведь мы увидимся совсем скоро в эфире Европа Плюс ТВ.